Турнир по рукопашному бою в семейных ГТО и победы наших спортсменов на российских соревнованиях. Об этом в ближайшие 5 минут. Вы смотрите «Область спорта» в студии Алексей Риман. Здравствуйте! 250 юных спортсменов объединил турнир по рукопашному бою, который прошел на территории спортивного комплекса «Юность». На Манеже встретились 4 возрастные группы от 8 до 11 лет, которые соревновались в 35 весовых категориях. В номинации «Лучшая техника» победу одержали юные рукопашники Данил Пушкаренко, Николай Лебедев и Серафима Усольцева. Кстати, именно ее спарринг с Викторией Михайловой признали лучшим боем. Как проходили соревнования, смотрите в нашем сюжете. Ты сильный спортсмен. Никто тебя не будет ругать за проигрыш. Будут хвалить только за победу. Поэтому ничего страшного не произойдет. Слышишь? Давай! Для юных рукопашников турнир памяти Героя России Сергея Бондарева – первые серьезные соревнования. В них участвуют ребята из разных уголков Преамурия. В областную столицу приехали спортсмены из Белогорска, Свободного, Заветинска, Толстовки и Тамбовки. Десятилетняя Полина Медведева заряжена только на победу. Девочка не первый год занимается рукопашным боем и уверена, ее ждет большое спортивное будущее. Я занимаюсь рукопашным боем с 2019 года. Мне нравится заниматься этим видом спорта и я буду продолжать упорно тренироваться и зарабатывать первые места. Детский турнир в такой возрастной категории проводят впервые. Цель – помочь будущим чемпионам побороть страхи перед крупными соревнованиями. Это как раз турнир, предназначенный для того, чтобы посмотреть юных спортсменов, которые в будущем, возможно, будут представлять свои клубы на первенстве, либо на кубке Амурской области. Главный судья отмечает, популярность тренировок к прокопашному бою в Преамурье растет. Через пару лет заниматься им будут практически во всех районах. Сейчас клубы ведут переговоры с Космодемьяновкой. Там планируют открыть первую секцию, в которой дети и взрослые смогут заниматься единоборствами. Евгения Хмелева, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. Сразу две бронзовые награды завоевали амурские спортсмены. На чемпионате России по самбо и первенстве страны по рукопашному бою показали себя Самуэл Казарян и Данил Галсанов. Заслуженный мастер спорта Самуэл Казарян стал третьим на чемпионате России по самбо, который прошел в Верхней Пышме. Амурчанин выступал в категории 88 килограмм. Бронза обеспечила нашему спортсмену место в основном составе сборной страны. Был небольшой перерыв, была травма, после этого была реабилитация. Где-то год не тренировался, не боролся нигде. И сейчас вот сделал большой старт на чемпионате России по самбо, занял третье место, поменял весовую категорию, поэтому думаю это очень хороший результат. А в Орле третье место завоевал Данил Галсанов. В первенстве России по рукопашному бою участвовали около полутора тысячи бойцов. Данил выступал в возрастной группе от 18 до 21 года. Во время одного из решающих поединков амурчанин получил травму ноги, но это не помешало ему занять призовое место. Развитие комплекса ГТО на днях обсудили в точке кипения, а на стадионе Амур семьи продолжили сдавать нормативы. Их поддержала и наш корреспондент Евгения Хмелева. Чтобы выполнить норматив спортсменам-любителям необходимо было прыгнуть с места в длину от 150 до 170 сантиметров, а также пробежать на время дистанцию 60 метров. Норматив на стадионе Амур сдавали три семьи победительницы городского этапа комплекса ГТО, который прошел в Благовещенске 18 февраля. Участие в нем приняли 10 семей. Три из них показали лучшие результаты. Они выступили на областном уровне 3 марта. Среди них семья Ковалевых. В этом году впервые выполняли нормативы ГТО. Дела со спортом обстоят очень хорошо. Регулярно занимаемся с детства. Всегда это было у нас плавание. Сейчас постепенно подключаем бег, триатлон и велоспорт. Поэтому попадание сюда не случайно. Мы учимся в пятой школе, предложили поучаствовать. Были на городских соревнованиях. Выступили довольно-таки успешно, попали в тройку. Вот сейчас боремся на областных. Между тем, итоги реализации комплекса ГТО и перспективы развития обсудили в Благовещенской точке кипения на семинаре. Участие в нем приняли 70 человек. Среди них представители Министерства спорта и физической культуры Преамурья. Количество участников, зарегистрированных в электронных базах по Амурской области, составляет более 92 тысяч человек. Это 57-й результат среди субъектов Российской Федерации. И четвертый среди субъектов Дальнего Востока. На семинаре было отмечено. Испытания комплекса ГТО в Амурской области проводятся среди лиц разных категорий, в их числе отбывающие наказания в колониях, инвалиды и другие. На этом у меня все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Партнер программы – торгово-сервисная компания «Макс Интер». 8 800 350 77 70. Эволюционная технология аккумуляторов «Президент» – «Аксиома», которая даже не обсуждается автомобилистами. Они просто покупают «Президент». Это современная кальциевая технология с содержанием олова и серебра, с инновационной решеткой пластин и защитой активной массы нецканным волокном. «Президент» имеет технологии АГМ и ФБ мировых стандартов. Бесплатный сервис по установке, проверке и зарядке. Гарантия 4 года. Спрашивайте в автомагазинах города и области.